а мы находимся на самом интересном мероприятии это скачки господа это ипподром это адреналин это все то о чем мечтает каждый нормальный мужчина и каждая красивая женщина побыть на ипподроме надо одевать шляпку надо выкурить одну сигару поставить на какую-то лошадь и вы обязательно выиграете будьте здоровы и меня зовут екатерина руденко я редактор журнала столица москва как у вас скачки я участвую в скачках не первый раз прихожу как приглашенный гость и мне нравится именно дни франции вы можете увидеть что дни франции проходят красиво девушки приходят красиво шляпах и красных платьев это одно из событий которые мы ждем наверно целый год это настроение когда мы видим погода не такая сегодня солнечная хотелось принести немножко ярких красок в это событие журнал столица москва это бизнес-издание которое поддерживает именно социальный бизнес в россии на самом деле если говорить о социальном предпринимательстве именно бизнесе в россии то здесь двояко мнение если слушать игоря мана то он говорит что социального бизнеса в россии не существует и долгое время его мы можем здесь даже не видеть но как мы видим из проектов которые нам подают заявки в наш журнал наше издание то социальный бизнес развивается есть такие активные люди которые готовы вкладывать причем это как люди начинающие стартаперы так и это персоны которые могут инвестировать и инвестировать то есть это меценат например коллег перв его премия импульс добра она прошла на прошлой неделе показывает что социальный бизнес россии развивается и мы можем об этом говорить заявляет что мы идем в будущее но есть социального бизнеса boomstarter одна из платформ который помогает стартаперам выйти со своими проектами на уровень и также вообще открыть запустить проекты многие стартаперы это молодые активные предприниматели которые имеют идею но например не имеют финансов то есть инвестиций и здесь не обязательно обращаться к инвесторам которые могут рассмотреть проект а могут и нет это не работает это не стартапер не работает бум стартер дает а в россии а но здесь могу не согласиться потому что есть проекты которые да они не требуют больших инвестиций но при этом они развиваются и бум стартер поддерживает и понятно мы говорим не о двух миллионах и даже не о трех это проекты которые требуют инвестирования формате 200 500 тысяч рублей то есть в основном это социальные платформы социальный какой-нибудь бизнес либо же это платформы которые связаны с интернет продажами и молодые ребята я знаю один из примеров парню всего 18 лет но он уже открыл свой второй бизнес второй бизнес и все это через бум стартер с помощью бум стартера я не могу утверждать что бум стартер поможет всем бум стартер будет помогать только тем активным людям если ты сам не будешь развивать и не будешь получается не будет интереса аудитории к твоему проекту ты будешь просто ждать с неба этих денег их не будет либо ты прогоришь просто надо двигаться и у социального бизнеса и молодых ребят есть шансы просто надо работать если ты не будешь двигаться и как говорится работать ничего не будет да я знаю много примеров когда люди то есть молодые стартаперы не имея инвестирования то есть какой-то платформы но фундамента бизнеса до первого взноса они все равно поднимаются и делают главное найти себя свою идею если проекта и у бизнеса нет идеи он не не пойдет спасибо большое за ваше мнение еще такой вопрос социально важный все мы знаем что медийная среда формирует сознание молодежи и так далее сейчас готовим прекраснейший проект расскажи просто отношение к дому 2 здесь тоже двоякое мнение мое отношение я не смотрю дом 2 но при этом дом 2 одна из платформ которая сейчас двигает рекламу мы также занимаемся пиар мы понимаем что дом 2 смотрят молодежь и смотрят до 35 лет все женщины в россии это не так не странно и они говорят что они черпают это знание им от помогает построить отношения не знаю как обратная сторона медали потому что как выясняется 20 поколение 20 лет а мы растим то что сожительство мы растим то что это разлагает общество я вчера задавал такой же вопрос девятилетней девочки и она считает что это показывает как живет семья неужели мы хотим чтобы например и наши дети росли и смотрели что семья растет вот так поэтому я считаю что такие вопросы нужно поднимать не что вы смотрите как в адам дома 2 а какие другие социальные платформы взаимоотношения семьи вы знаете на самом деле есть такой проект он работал в россии федерально называется города россия он поддерживалась правительством города срос estrogen социальная платформа по cloudy журналисты с me и они ежедневно говорили о героях россии кто-то герой россии это может быть просто любой человек это может быть скольник это может быть человек который просто открыл фонд либо же Это обычный человек, который помог в трудную минуту другому человеку. Вся Россия читала. Там миллионы просмотры. Но вы знаете об этом проекте? Нет. Почему? Потому что мы об этом мало говорим. А такие платформы... Давайте начать говорить про это. Да, я считаю, что таких проектов должно быть больше. Такие, как «Гордость России», «Герои России». Когда мы видим, что в нашей стране очень много таких людей. А никак не о Доме-2. Ну, это вопрос объединения. Давайте объединяться и говорить об этом. Спасибо, как большое. Да, спасибо. Спасибо. Алиса, настроение от сегодняшнего мероприятия. Первый ли раз вообще ваши ощущения? Настроение? У меня первый раз такое событие, чтобы я на ипподроме была. Правда, к стыду своему. Но надо сказать, что меня соседка моя просветила по поводу некоторых вещей. Касаемо наших лошадей орловских и так далее. Поэтому я знаю, что Воронежский конезавод нынче отмечает очень серьезный юбилей. Я знаю, что первый наш племенной, самый классный жеребец был доставлен графом Орловым. Это был сметанка. И он, кстати, оставил очень серьезное потомство, да, девятиреберных вот этих вот уже жеребцов. Вот. И я знаю, что есть приз Удон, приз Пиона. Вот. Ну, в общем, это все на самом деле безумно интересно. Правда, на тотализатор мы, конечно, не пошли, потому что это не наше дело. Вот. Мы в этом ничего не понимаем. Но надо сказать, когда интуитивно мы загадывали... Проверили. Да-да-да, мы интуитивно загадывали лошадь, и она приходила. Понимаете? То есть, может быть... Может быть, и стоило. Может, и стоило. Но главное, что стоило сюда прийти, побыть здесь, просто вот глядя на лошадей, а моя мама вообще говорит, что лошадь самая прекрасная, самая красивая животная. Это так. Хочется сразу стать такой же какой-то вот, выпрямиться какой-то более стройной, потому что они действительно вдохновляют. Они прекрасные животные. И, в общем, на самом деле, обстановка какая-то, даже я не ожидала, что так все это бурно происходит, что сюда люди ходят, им это интересно. Надеюсь, что и я теперь уже не последний раз. Первый точно, но не последний. Ну, может быть, просто людям нужно больше об этом говорить и узнавать, что есть такие мероприятия. Ведь мы как живем в своих скорлупках как-то немножечко. Да, я... Можно вот так вот... Я, конечно, понимаю, что такие мероприятия еще, конечно, завязаны с погодой. И сегодня вот холодно, и все ежицы, и вот нет такого вот наслаждения, чтобы вот просто сесть и не думать о том, что тебе холодно, а просто насладиться процессом. Ну, в этом году такое чувство, что мы немножечко продали свою весну, как-то обменяли ее на что-то другое. На что-то другое. Ну, я думаю, что компенсировали мы чем-то более важным для нас. Я не удивляюсь, потому что россияне люди такие, они могут отдать что-то другое, но взамен получить гораздо большее. К нам что-то летит прекрасное. Да, да, мы что-то заслужили. Что-то заслужили? Да, мы что-то заслужили. Что ждет Россия? Нас, нас, ну, я не знаю, по крайней мере, нас ждет уважение. Ну и так. Мне кажется, это очень важно. Сегодня на международном уровне, мне кажется, это самое главное, чтобы мы заслужили, а мы и заслужили. Ну, чтобы нас признали такими, нас признали. Может быть, нужно начинать себя, самим верить, что мы достойны уважения? Конечно, конечно, конечно. Для того, чтобы мы себя так чувствовали, мы тоже должны себя уважать и чуточку, наверное, как-то более достойно себя вести. Да, да, нужно начинать с себя. Спасибо вам огромное. И вам спасибо. Хорошего дня. Да, всего. Аккурат, привет! Дива-ля Франц. Всем привет. Потрясающий день, потрясающие скачки. Мы ждем ваших комментов. Здравствуйте. Здравствуйте. Пожалуйста. Фамилия Негромкая, зовусь я Анна Комкина. Добрый день. Позвольте, я подниму шляпку, чтобы вы меня лучше видели. Расскажите просто о вашем настроении с сегодняшнего дня. Настроение хорошее. Несмотря на то, что погода прохладная, но все равно так здорово. Столько красивых людей. Такая красивая музыка. Такие красивые лошади. Ну, естественно, ставки и скачки. Это само собой разумеющество. В общем, все здорово, правда. А вы поставили на какую-то лошадь? Да. А если не секрет? Не скажу. Да, мы будем болеять вместе со всей командой, я так думаю. Нет, нет, нет. Я не хочу говорить. Это потом стыдно, если не выиграет. Нет, почему будет стыдно? Так мы проверим вашу удачу и нашу удачу. И как в нашем месте совместная синергия помогает вам. Не скажите. Нет, не хочу. Екатерина, скажите просто, куда в Москве можно одеть такую прекрасную шляпку, кроме как на ипподром? Вы знаете, я вообще обожаю шляпы. Я считаю, что женщины без шляпы, как Париж без этой левой башни. Поэтому, и вообще, вы знаете, раньше же всегда женщина выходила на улицу только с покрытой головой. Поэтому я в шляпах везде. Тем более на ипподром я и другие женщины просто не имели права прийти без головного убора. Но, к сожалению, вот мне правда очень прискорбно, что сегодня очень мало женщин в головных уборах. Ну, я считаю, что мы должны возрождать эту традицию. Головные уборы, украшения, перчатки, шпилька, чулки. Ну, я считаю, что это необходимый, неотъемлемый атрибут любой женщины, уважающей себя. А как вас обновлять эту традицию? Мы должны об этом говорить. Мы должны об этом говорить, и в первую очередь мы должны это носить. Потому что, когда женщина смотрит, может быть, ей как-то самой по себе надумают, ой, буду слишком выделяться или как-то неловко. А посмотрите на другую женщину в шляпе и увидите, как же это красиво, как это женственно. В общем, будем носить культуру в массу. Да, носить культуру в массу. Спасибо большое, Катя. Спасибо вам. Хорошее настроение. Друзья, мы сегодня, вот день Франции, это эпохальное событие во всех отношениях. Вот, есть ли какая-то коннотация, различия, понятия ложечки, текабыла, как это есть в русском, язык и также аналогичного французского? Я говорю, что это происходит. Да, да. Он говорит о чем-то, это человек? Я говорю, что... Какая-то разница между другим шумом и шевел? Я говорю, что это происходит с переводом, не с переводом, а с настоящим. В общем, это как в русском, потому что... Ты говоришь русский или французский? Это как на русском языке, ну... Да, на русском. Это для кого? Вообще, насколько понятие, вот, это, кстати, тотем лошади важен для Франции? Ну, сейчас скажу. Но я просто... Французский достаточно обрусевший. Да. Так, с африканскими корнями, поэтому такой коктейл нигде не найдешь. Я тоже, да. Получается, что если взять аналогию, что с точки зрения двигателя и так далее, Получается, что... Да, правильно. То также на французском языке мы говорим о шву. Говорят о лошадихте. Получается, именно... Ты работаешь с швуком, да? Да, да. Это большая шваль, то есть, ну, как бы, понимаешь, да? Хорошо. Вообще, вот, насколько вот... Причем кобыла-то, я не пойму. А кобыля-то у нас, получается, ну... Я все-таки не русский, да? Кобыла? Женство, ну, это самка. Да, да, да. Да. По-моему, это, получается, жиман. Да, да, да. То есть там нет, все-таки, развлечения полового? Я скажу. Это же русский. Например... Запад там. А, нет, я путаю. Там же так. Просто есть кобел, там и кобыл. Ты сам не благо, но ты в куан. Нет, 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 нет. А если во французском работать как лошадь? Или лошадь это только роскошь? Нет. Говорят, трамвай. Работает как... Как негр, говорят. Он расист. Поэтому вообще я проголосовал за Марию Ле Пен. Это правильно. А я голосовал бы за человека, которого я помню из детства. Это тот робот, который, помнишь, да, стрелял? Он же Макрон, он же робот. Ну, да, я согласен. Конечно, конечно. А давайте так, перформатируем. Вот французская-российская дружба. Что общего у французов и россиян? Чем вот мы совпадаем? Вот в ментальности, там, в какой-то национальной мечте, в идее. Что нас объединяет? Пушкин. А? Пушкин. А, францскоизучные пушкинща. А какие бренды, тренды? Какие бренды, тренды? Еда. Вся высокая еда в российской кухне, она французская, по факту. Ну, почему вестро? Вестро это не... Нет, я имею в виду, что, как бы, на самом деле, если посмотреть, высокая русская кухня, она, ну, с вопросами существует или нет, да? Потому что икра, это тоже можно считать, что, как бы, это еда, ну, людей, скажем так, рыбаков, да? То есть, которые просто резали рыбу, солили ее, кушали. Поэтому высокая русская кухня, в целом, эта кухня, я бы сказал, французская, потому что с 18 века, ну, то есть, вся еда, она была на соусах, да, да. Хорошо, и завершительный вопрос. Вот есть такое дематическое выражение в русском языке, я поставил не на ту лошадь. Вот ваш персональный рецепт, как сделать так, чтобы поставить на нужную лошадь? Прошу вас. Давайте, Руслан, с вас начнем. Как поставить на нужную лошадь? Я думаю, что для того, чтобы поставить на нужную лошадь, надо, чтобы все эти лошади были под капотом. Может быть, того в Шевроле, о котором ты говорил, да? Вау, красный, сочень. Нужно немножко обратиться к звездам. И тогда можно понять, на какую лошадь. Но когда он показывает про Бога, он вот зря туда, там разные направления. Судя к тому, что у него там висит, да, да. Побувь астролога. Астролога помощь. Настардамус нужен, да? Настардамус. Да, он в братом, кстати, все, все понятно. Настардамус вам может поставить на нужную лошадь. Если что, я помогу. А можно еще? Вопрос. А что ближе по духу, Африка или Россия? С Пушкиным. Хороший вопрос. Я стал уже не то, что патриотом, я стал уже миротом. Для меня все ближе. У меня три дома. Получается, корни, это Африка. Получается, матушка. Дорогие гости, сейчас перед реводами будет продемонстрирована боевая хозяйка. Первый раз Сагачи Артем, президент компании «Сагачи партнеры». Мы являемся спонсорами данного мероприятия. Очень интересно. Интересно участвовать в том, что сегодня не просто открытие сезона, а взаимоотношения между двумя странами происходят здесь, в таком не совсем коммерческом, не совсем политическом проекте. Очень приятно видеть то, что очень много детей, много молодежи. Несмотря на то, что погода, пусть чуть-чуть получше, чем 9 мая, но количество людей зашкаливает. Очень надеюсь на то, что это не последнее наше мероприятие здесь, на этом ипподроме. Я думаю, что мы обязательно будем сотрудничать и дальше, привлекать определенных интересных людей и озвучивать, освещать определенные события. А какие события хотели бы освещать помимо... Какие события освещать? Что вам интересно? Ваш спектр? Вы знаете, вообще мы занимаемся коммерчески, если проекты, это все, что связано с финансами. Также я возглавляю фонд благотворительный, мы помогаем детям с заболеваниями эндокринной системы. Но здесь вопрос немножко не в этом, что мы здесь хотим осветить. Посредством данных мероприятий можно привлекать общественность к тем или иным вопросам. Вот я сегодня услышал разговор старожил здешних. Они говорят, что во Франции полторы тысячи ипподромов. У нас в Москве только один. Есть к чему стремиться. Совершенно верно. Понятно, что если развивать это направление, чтобы оно стало неким мерилом успешности нашего общества, чем больше будет ипподромов, чем больше будет таких мероприятий, соответственно, мы будем понимать, что наше население стало жить лучше. Оно стало погружаться в такие вот интересные мероприятия, в такие проекты. И, собственно говоря, не жалеет ни времени своего драгоценного выходной день, даже и денег тоже не жалеет. Мы согласны. Давайте поддерживать. Спасибо вам большое. Спасибо. Всего доброго. Спасибо. Мне кажется, это идея...